Всем привет дорогие друзья, с вами Левша. Единственный все-таки хороший положительный момент, слева от меня сидел Страйк, справа от меня сидел Нирью, и мы там, ну знаешь, ты такой обосрался, тебе хочется высказаться, вот, и ты раз ты там повернулся к Ниру или повернулся к Страйку, что-то сказал, рассказал свою историю, да, Апсёра, он что-нибудь обосрался, он рассказал там, с Нира, со Страйка там, пятю не отбивали, ну такая поддержка типа друг друга, это очень круто. Вот, получилось, потому что не всегда, ну, бывает, что ты один сидишь такой, проиграл бой, и тебе вот хочется вот эти эмоции как-нибудь высказать быстро и резко, а у тебя некому, и ты такой, ммм, киша, давай, ну здесь вот такая раз таблица, здесь такая таблица, очень удобная, ну, я вообще считаю, в соревнованиях ее не должно было быть лучше, вернее, если в дальнейшем будет такой формат, я надеюсь, разработчики будут его поддерживать и развивать, потому что в соревновательной части он очень прикольный. Вот, здесь лучше исключать такие таблицы, потому что все-таки ты смотришь такой, ага, вот это меня обгоняет, вот это меня догоняет, вот на это я буду упарываться, потому что даже когда в последний бой я уходил, вот, я понимал, на сколько очков, да, я отстаю от Нигины, или там предпоследний бой был, я смотрел, кто у меня главные конкуренты, и я такой, так, вот этого надо будет еще пострелять по возможности, или в последнем бою я, скорее всего, Нигины бы искал, после того, как я взял пятый уровень, я просто бы ездил по карте искал его. И Креспикс, считай, третий. Креспикс, вообще история Креспа простая, он же из Германии, и ему проезд не оплачивался, и он такой, я не поеду на турнир, я не хочу ехать, типа. Ну и в итоге с Кромовчанами, у меня там не было возможности, вернее, поехать, с Кромовчанами скинулись деньгами на билет, приехал Креспикс, потом варгейминг сами оплатили жилье, чтобы он, а так он у меня дома мог жить, вот, и все, и в итоге Креспикс третье место занял, ну, хорошо, что поехал. Ну, не, не то, что Креспикс деньги занимал, он просто, типа, пацаны, я не хочу ехать, мы ему скинулись, он такой, все, и он говорит, я хочу вернуть, типа, назад деньги в Кормов, которые вы оплатили, спасибо большое, там, все дела. Ну, со стороны Кромовчан было красиво, с его стороны красиво, в итоге все молодцы. Куда потратишь 500к? Ну, мутанитюр, там, налоги, сколько я знаю, 35% надо заплатить, плюс у меня на учебу племянницу буду откладывать сразу деньги, скоро поступать и. И я его фоткал с тобой, я тебе задал вопрос, будет ли бой с Кормовым по правилам ММА? А, ну да, ну или ПВП. Я занял третье место в личном зачете на ВГ-фесте, красавчик, красавчик, поздравляете. Да, мы с Кормовым обсуждали этот момент по поводу боев в формате ММА, я говорю, а что, давай подеремся. Вот, он сказал, что рассмотрит это предложение, так сказать, его менеджер связался с моим менеджером, сейчас обсуждаю все детали. Ну, там, не знаю, там, вроде 300 миллионов долларов, если призову будет, то тогда мы подеремся. Как будто на улице играешь, так мы играли на улице. Тут, кстати, некоторые писали, вот, и ты че, тебе это, там, холодно, что ли, всего 16 градусов, там проблема в том, что там сдувало, то есть там, типа, такой шатер сделан, и там в спину бывало так сдувало, ты просто охраневал. Так, годовасик, годовасик, спасибо за 151 рубль. Расскажи про Corm 2, что нам ожидать в ближайшее время, будут ли какие-нибудь ивенты, соревнования, челленджи и так далее в рамках Corm 2, и планируются ли в ближайшее время стримы с кормовчанами? Ну, взводы с кормовчанами, понятное дело, что какие-то будут, вот, по поводу Corm 2, пока еще неизвестно, что с ним дальше будет, вот, вот, очень под большим вопросом, в целом, дальнейшая история с Corm 2, и здесь, по поводу ивентов, у меня есть в планах турнир чака организовать, я все, там, жду кое-чего, мне нужно 11 дней, так, чтобы все смогли участвовать, вот, шоу-матч Corm 2 против Na'Vi в формате 7 на 7, там, Кириллойд на сентябрь очень жестко отвалился, поэтому пока ждем тоже, вот, и хочу турнир на 4 команды по формате 15 на 15, и это все организовать до Нового года в планах у меня, надеюсь, у меня все получится это реализовать. А вот, Corm 2, если вернется, то, скорее всего, в формате стрима, как раньше был. Да, да, был AirTroll, сейчас расскажу, ребят, мы, это, 1111 рублей, спасибо тебе большое, лучший боец, и это не про тебя, а про шкафана. Да, тут просто, здесь момент, что мы когда собирались потом все вместе, вот, и там была борьба на руках, короче, ну, типа, I am wrestling, там, Корбан победил Амве, я победил Корбана, Толик потом дрался с Динамо, вроде, кажется, победил, ну, там был шкафан, ну, шкафана все знают, да, вот, а шкафан, как бы, в свое время вступал по I am wrestling, и, соответственно, я говорю, ребята, 100 долларов, кто его победит, я говорю, нет, ребят, 1000 долларов даю тому, кто его победит, но я, как бы, уверен был, что он выиграет, но там были несколько вариантов, и, как раз, тролль тоже там присутствовал, вот, Антоха пришел, Андрюха тоже, Антоха крепкий парень такой, спортивный, вот, и, в общем, там, 3 или 4 бодания со шкафаном было у Антона, потом у официана такой крепкий пацан был, потом кто же еще был, Толик против шкафана пытался, и шкафан, как бы, всех, естественно, уделал, он еще и так, играючи отдавал, типа, этот, типа, проигрывал, а потом раз и все, ну, понятное дело, я теперь здесь без вариантов для многих, поэтому я был так уверен в его победе, и у меня, в целом, вот, эта атмосфера, когда вокруг много народу играет, естественно, если бы это прошло, там, не на улице, а в комнате-помещении, еще бы прикольнее все оформлено, вот, то это, я думаю, атмосфера такого мероприятия, ну, такая соревновательная часть имеет место быть даже соло, то есть мы уходим, там, от взводной какой-то соревновательной части, так вот, что там по поводу перерыва, нуждались ли игроки в них, а, я думаю, нет, 10 боев не так много, мне кажется, вот, 10 боев, это прям нормально, единственное, знаешь, можно, как это обыграть, можно делать 10 боев, 5 боев, перерыв 5 боев, но, но, чтобы вот эти, ты когда отыграл 5 боев, у тебя больше было, как бы, какого-то шоу, то есть ты закончил катку, а мы закончили катку, туда-сюда и стартовали, закончили катку, туда-сюда и стартовали, все-таки один бой довольно долгий, в большинстве случаев, если, например, брать и делать по этому формату официальные трансляции, то, конечно же, здесь надо больше элемента шоу добавлять, обсуждение, там, разбор моментов, и между боями перерыв должен быть больше, вот, а на соревнованиях, да, вот, если перерыв больше, то сессия игровая увеличится, да, может, перерыв пригодится. Да, нужно, чтобы результаты были неизвестны не после каждого боя, а каждые три боя и последние десятые, чтобы не было такого фокуса на результатах. Короче, смысл в чем? Смотри, смысл в чем, что не надо вообще знать игрокам результат, я считаю, вот, чтобы не было такой возможности отслеживать результаты, кто на каком месте, потому что, понимаешь, как бы ты ни сидел, ни считал в голове, вот у тебя не должно быть телефонов, у тебя не должно под рукой ничего быть, не иметь возможности ничего куда записывать, и вот бой заканчивается, вот, потому что никнеймы открытые нужны, да, это элемент шоу меди, кто с кем дерется, это круто, вот, но здесь еще другая ситуация, здесь не должно быть такого, что ты три боя прошел, ты сможешь, а, вот этот отрывается, значит, я его буду фокусить и так далее, вот это надо исключать, вот здесь экстрим, опять же, я им дал шот, вот он, видите, движком стоит, он с кем-то обстрелялся, даю ему шот, думаю, сейчас экстрим, скорее всего, будет убегать, я заберу зеленый дроп, ну, потому что экстрим, типа, с двух сторон расстреливают, вот, я ему забил хил, я думаю, я заберу зеленый дроп, а он будет убегать пытаться, а он ступил со мной в драку, ребят, и я тут раз и не пробил, это очень плохо, вот, и все, у нас начинается драка, и он начинает хиляться, и по нему шот с спины не залетает, он почти отхилялся, вот, я тоже хиляюсь, то есть, прям, драка, конечно, капитальная началась, и у меня хила нет, у меня прокасты нет, и он урон хороший наносит, да, вот я как раз поставил капкан, это в итоге изрешает капкан, кстати, вот, и он отхилялся, но я его должен был, вот, я не пробил его, то есть, из-за того, что я не пробил, все, я должен умирать, если бы я его пробил, я бы, ну, должен был побеждать, и смотрите, я стою 85 хп, он на 2 шота мне примерно, и ситуация, смотрите, я ношу урон, и вот тут экстрим сказал, экстрим сказал, что я пропал за кустом, он говорит, в момент вот этого выстрела, видите, я как мансил, типа, вот, и он пропал, да, мы оба пропали за кустом, получается, и он для меня пропал, и я для него, вот, а почему капкан зарешал, потому что экстрим раньше со мной не сдвигался, и смотрите, я пропадаю за кустом, разворачиваюсь, и он-то понимает, что я тоже уже заряжен должен, и он наносит выстрел, и не пробивает, то есть, я, получается, как бы мансил, вот, направо-налево, да, и при этом из-за того, что я пропал за кустом, он стрелял, он понимал, где я нахожусь, должен был пробивать, и это зарешал. Вот, и тут я уже, конечно, забрал его. Снаряд полетел куда надо, я его забрал и типа 85 хп. Ну, экстрим был хорошо прокачан, у него был прокаст, он отхилялся, и у него все шансы были меня убить. Вот ему как раз ликвидатор, получается, дал. И, возможно, вот я так не понял, как он его так забрал. Вот, и получается пузик забирает ликвидатор довольно быстро, и я его расходкой поджигаю и забираю топ-1. Это был важнейший топ-1, потому что я сократил, максимально сократил отставание с этим, с Нидином. И смотрите, все, Нидин умер. То есть Нирью убивает Нидина, Креспикус убивает Нидин, о, Нирью. Вот. И я такой, опа, план на бою у меня сразу поменялся. Я понимал, что у меня разница, я же к таблице имел доступ, и я был момент, когда я такой, все, план на бой надо, ну, надо менять, естественно. План на бой надо менять, надо по максимуму выживать, избегать драки, просто захолдить. и я не знаю, насколько, типа, это было лучшее решение, да, нежели от моего первого, там, побороться за топ-1. Вот. Но все-таки я понимал, что надо мне прожить, там, 3-4, взять какой-нибудь топ-15, например. Топ-15, топ-14, что-нибудь, и я все. И я должен был выигрывать турнир. И все. Я начал, как лань, бегать. Вот. И ликвидатор, опа, мне дает плюшку. Очень жестко, 653, там, альфа вылетел. Демьян, спасибо за 100 рублей, спасибо, с победкой, спасибо тебе. Очень жестко, альфа. И он поехал душить меня. Он поехал душить. Вот. Да, и он мне дает на 605, еще шот. И, собственно, вот, 15 танков остается, и я умер. И я еще не понимал, хватает мне очков или нет. Вот я как раз побежал таблицу смотреть там. То есть я понимал, что мне как раз отыграть надо было 2 или 3 очка, и я смотрю, Нидин занял 20-е. Я еще спрашивал, Нира, что ли, или кого я там спрашивал, а сколько очков дает за 15-е место? Нир вроде тоже сдох, да? Вот. Вот. И здесь как раз момент. Вот. Ну, ну, здесь вот это ключевой момент. Я там узнаю результаты, чтобы хотя бы посчитать. Некоторые говорят, Нира подарил победу и все остальное. Нет, ребята, смотрите, ну, с чем я не согласен. Во-первых, или там кто-то, нет, не согласен с тем больше, что писали, что Нир специально сделал для тебя, там это, вот, все дела. Смотрите, момент. Турнир состоял из 10 боев. И надо было на протяжении 10 боев закрепить там результат. И мы с Ниединым конкурируем в 2, там, в 3 очка разница. Вот, я как раз понимаю, что я узнаю, что, скорее всего, я побеждаю. Сиджи сразу довольный. Вот. И здесь турнир состоит из 10 боев. и нет такого, что, то есть, нельзя одним боем последним перечеркивать заслуги всех остальных, к примеру, боев. Это первое. А второе, Нир сам расстроился, и он вылетел с третьего. Нир мог спокойно забирать третье место. Реально. Вот. А тут получился момент, что мы с Нирью потом болтали, он говорит, ну, я увидел ситуацию, что, говорит, я его должен легко забирать. Вот. И ну, как с его слов, он говорит, я должен был его легко забирать, и, собственно, за счет этого он, к примеру, прокачивается сразу жестче. Ну, просто там выехал к Респексу. Так бы Нир забрал бы Нидина, отхилялся бы, и уже был бы в такой ситуации, когда он может идти остальным давать люлей, и плюс спокойно лут собирать. А тут получилось, что и мог претендовать на третье место. А сам Нир сам расстроился, потому что он вылетел на седьмое место Шольц третьего. То есть у него хорошие шансы были. Вот. Поэтому говорить о том, что, например, там Нир для меня специально что-то сделал, это очень странно, а насчет тоже, ну, типа, подарил победу, это тоже, ну, странная трактовка. Ну, да, это зарешало, то есть это зарешало. Ну, опять же, Нидин выживает, неизвестно, как складывается бой. То есть, может быть, я там взял топ-1, а он топ-5. Победа, победа. Было бы, кстати, намного эпичнее. Все. Всем спасибо. Всем пока.